Спасибо, что в такой прекрасный субботний денек собрались послушать про питон, они поехали на дачу. Надеюсь, вам будет интересно. Меня зовут Михаил, я занимаюсь чат-ботами. Это звучит как привет, я Михаил, я алкоголик. Кто-нибудь здесь пробовал писать чат-ботов? Вау, сколько коллег, прекрасно. Занимаюсь чат-ботами в смысле у меня есть продукт, фаст-трек. Это конструктор чат-ботов, на котором можно написать бота практически под любой мессенджер. Нам три года, и за это время мы из стартапа превратились в такую платформу, на которой работают чат-боты Сбербанк, Спасиба, пара чат-ботов Росбанка, Уралсиба, ну и других интересных организаций. Мой доклад про болезнь роста. Роста не административного, а технического, роста нагрузки. И как мы пытались под этой растущей нагрузкой не упасть. Спойлер, не получилось. Получилось, но не сразу. Поскольку сами разработчики, это доклад с точки зрения разработчика. Это не о том, как сделать инфраструктуру, чтобы у вас все быстро работало, а о том, как, будучи разработчиком, писать код, чтобы по минимуму нагружать внешней системой. С этой проблемой мы столкнулись. Вообще странно, что такого доклада или статьи еще не было, потому что когда… Ну, проблема казалось бы распространенной. Николай правильно сказал, что ты программист, ты написал сервис, сервис получил трафик, сервис упал. Что делать? Вроде как бы такая задача популярная. Тем не менее, были какие-то фрагменты, которые я находил и гуглил, но цельного такого гайда нет. Собственно, я хочу своим докладом этот пробел заполнить. Поехали. Это у меня так делает? Наверное. Хорошо. Действующие лица. Как у нас все было устроено до появления проблем с нагрузкой? У нас был веб-сервер на Django, который принимал запросы от чат-ботов. Такие маленькие JSON-чики, где написано, где был чат ID человека, было сообщение, нужно было что-то с ним сделать. Этот веб-сервер на Django передавал то, что получает в pipeline на salary. Потому что чат-боты штука синхронная, нужно принять веб-хук, что-то сделать, вернуть веб-хук. На тот момент у нас было порядка 30 клиентов. Все подписчики всех чат-ботов, которых генерили нам где-то 20 рпс в пике. Немного, но и немало. Нам хватало. Мы знали, как с этим жить, мы могли этим управлять и оптимизацию откладывали до лучших времен, потому что баги, потому что фичи, потому что спринты какие-то постоянные. В общем, вы знаете, как это бывает. И стейт у нас хранился в одной базе за 50 баксов, которая хостилась на Амазоне. Жирный шрифт как бы намекает, как в детективе кто убийца. Проблемы начались, когда мы сделали чат-бота для брокерской компании BKS. BKS довольно большая контора, лидер рынка в сфере брокерских услуг. Они захотели выйти в мессенджеры. И мы им сделали вот такого чат-бота. На слайде как раз пример чат-бота, который пушит инвест-идеи. Например, Павел Дерябин, 4 звезды, аккредитованный эксперт, говорит нам покупать акции Apple, потому что через несколько дней они подорожают. И через несколько дней закрывающий пуш. Павел был прав или не прав. Такое бывает, всякое бывает. Вот. Чат-бот получился классный, начал расти. У него была тысяча подписчиков, потом две тысячи подписчиков, потом 10 тысяч подписчиков, потом 20 тысяч подписчиков. И в какой-то момент я сижу вечером после тяжелого трудового дня, наслаждаюсь красиво написанным кодом. Коллеги мне пишут, Миша, BKS отвалился. Надо что-то делать. Мы с коллегами лезем в метрики и видим, что у нас пикуют запросы примерно на 80 РПС. На 80 РПСах. Самое страшное даже было не в том, чтобы BKS отвалился, а потому что, поскольку у нас был центральный джанглевский сервер для всего, у нас в принципе упало все. Ни один чат-бот не отвечал. Какие-то сообщения проходили, но не все. А это на минуточку SLA, это обязательства, это большие клиенты, это злые юристы, и как бы двухлетний наш труд сейчас просто летит в трубу. Непонятно, что с этим делать. Первая попытка, отчаянная, скейлиться горизонтально. Накинем воркеров, все заработает. В принципе, чем больше джи уникорнов, тем лучше. Благо мы хостимся на Хироку. Кто знает Хироку? Все знают Хироку. Супер. Это, для тех, кто не знает, такая надстройка над Амазоном, которая позволяет многие девопсерские вещи делать из коробки. Тот же скейлинг, например. Просто есть такая крутилочка, поднимаешь и платишь там три косаря в месяц, зато у тебя тысячи инстансов каких-нибудь. Вот. Какой уже был мой ужас, когда, выкрутив эту крутилку на максимум, неважно, сколько это стоило, просто подняться бы. Я увидел, что мы нифига не поднялись. Какие-то запросы начали проходить, но не все. Тут-то я понял, что проблема у нас не в воркерах, а в базе данных, что у нас узкое место — это база данных. Следующие восемь часов отладки я забуду нескоро. За эти восемь часов я получил просветление, которым хочу с вами поделиться. Как мы пришли туда, куда мы пришли? Мы за усложнением бизнес-логики, за рефактором всяким, мы ленились адаптироваться к этой сложности с точки зрения базы данных. Мы писали код, мы его рефакторили, мы писали абстракции, мы оттачивали наши линтеры, но наша ORM как ходила в базу, как хотела, так и ходила. И в этом, собственно, и была проблема. На старте у нас все выглядело вот так. Это, собственно, наш MVP. Есть модель бот, у бота есть чат, у чатов у рынки на бота, есть ручка, которая принимает джейсоны. Достали по уиду бота, достали по чат-ид чат, залогировали, отправили селари, все, спасибо, на этом все. Все было просто. Со временем история усложнилась. Вот это то, что у нас сейчас. Появились всякие дополнительные модели, у бота появились тарифные планы, у ботов появились пользователи, появились какие-то вспомогательные фру модели джанговские. У бот вырос из модели в 5 полей до модели с 30 полями. Всякие токены вайбера, фейсбука, контакта, юзернеймы какие-то. У модели чат у подписчика тоже появилась куча полей. Причем некоторые из этих полей были edge store филды и json филды, потому что мы на боте хранили глобальный кэш, а на каждом подписчике хранили локальный кэш, каких-то переменок. Ну, чтобы бот понимал, с чем он имеет дело, с каким человеком, он имеет дело там в данный какой-то момент, в данном сообщении. Эти джейсон филды все росли и росли и росли. И на момент коллапса, когда я посмотрел, один запрос к BD мог возвращать 50 килобайт данных или записывать в базу данных 50 килобайт. Просто один запросик несчастный, потому что эти джейсон филды у некоторых клиентов были просто огромные. Логика тоже усложнилась. Боты могли быть активными или неактивными. Если бот неактивен, вьюха возвращалась. Это несложно. Тарифный план у нас зависели от пользователя, поэтому если get to create чата создал чат, нужно проверить, какой тарифный план, какой аккаунт чатов и в случае чего тоже вернуться. Лишние запросы. У чата появился атрибут forward messages to, который позволял с продакшн сервера отправить http-запрос на dev-сервер, чтобы можно было там с dev-сервера или локально ответить за продакшн, условно говоря. И логирование тоже у нас усложнилось. Мы начали передавать в контекст логера, вот этот стандартный параметр extra, который позволяет передать контекст в логер, мы стали передавать бота, чтобы, во-первых, класть в логи именно ботов, чтобы было удобнее грепать. И плюс у разных клиентов появились разные требования к логированию. Например, Сбер нам запретил логировать вообще все, выстрелив себе в ногу в плане дебага, но это решалось на уровне лог-фильтров. Все логи выглядели примерно так, и уже на фильтрах решалось, класть это сообщение в лог или нет, и как-то его постобрабатывать. Таким образом, endpoint, который делал раньше два запроса, стал делать их под 10, порядка 10 штук. И эти запросы оказались размазаны по всему коду. Это здесь на слайде, а не подряд. На самом деле, эта вьюха вызывает одно в одной сапрутине, другая в другой сапрутине. У нас там всякие абстракции были красивые, которыми мы гордились. Вот, такая история. Как чинить это дело? Мы приближаемся к сути, наконец-то, доклада. Мы выработали некий pipeline, некий процесс решения этой проблемы. Там довольно много техник и инструментов. В принципе, каждый из них заслуживает своего отдельного доклада, поэтому я пробегусь так больше при верхам. Этот доклад, наверное, скорее сборник ссылок. Если вас что-то заинтересует, вы сможете потом это самостоятельно загуглить. Первое, что мы делаем, это мы воспроизводим нагрузку на дев-сервере или локально, не так уж и важно. Нам нужен инструмент, который генерирует нагрузку, приближенную к реальной. Нам нужно найти уже на стороне приложения bottleneck, обернув его в какую-то тулзу по мониторингу, какую-то мониторинговую тулзу. Найдя проблемные endpoints, мы останавливаем нагрузку, запускаем локально этот endpoint, начинаем его профилировать, смотреть, что с ним не так. Вплоть до того, что просто копипастим его в отдельный файл и запускаем, 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 безо всякого приложения. Такое тоже помогает. И когда мы находим узкие места в этом endpoint, а в моем случае это была база данных, мы пытаемся отказаться от ненужных искать запросов, чтобы это view отрабатывало быстро. Вот такая последовательность действий. Поехали по порядку. Чтобы воспроизвести нагрузку, отлично подходит локус. Кто знает локус? Отлично. Ребята знают локус. Это тулза, написанная на питоне, которая принимает скрипты, написанные на питоне, и генерирует нагрузку. Вот так выглядит типичный скрипт, самый простенький для локуса. Есть декоратор task, мы оборачиваем декоратором task некий метод, а внутри метода происходят какие-то HTTP запросы. Там под капотом лежит наш любимый request. Этот task может быть сколь угодно сложный. Это не просто один запрос, там можно какую-то логику, какие-то там, не знаю, циклы писать, как угодно. Скармливаешь это локус, запускаешь его, он дает вот такую админку. На локальном порту по дефолту 80-89. Нажимаешь play, он начинает генерить запросы, показывает красивый график роста запросов, показывает красивый график и страшный график роста latency. Умеет работать в распределенном режиме. Можно создать кучу хостов и с одной машины управлять всеми этими хостами. Локус хорош тем, что это не просто долбежка в одну точку, это параметрическая долбежка, потому что поскольку здесь можно указать любую сколь угодно сложную логику, можно симулировать поведение реального пользователя, как он сделал get-запрос на админку, как он сделал post-запрос на аутентификацию, как он сделал get-запрос на дашборд, а дашборд парочку аяксовых запросов дернул. Ну, понимаете всю эту историю, и все это можно в принципе написать внутри одного таска, там может быть даже с тайм-аутами какими-то. Вот такая история. Локус хорош всем, кроме одного. Это взгляд со стороны. Он покажет вам, какие ваши endpoints работают медленно, но не покажет почему. Вы можете догадаться почему, но хорошо бы иметь какой-то взгляд изнутри. Для этого отлично подходит инструмент New Relic. New Relic большой коммерческий продукт, у них есть много продуктов, я рассказываю про APM, Application Performance Management. инструмент. Игрушка дорогая, но денег своих стоит. Очень классная. Ставится просто. Ставим агент в пипенстол New Relic, кладем в переменное окружение лицензионный ключ и оборачиваем наше приложение в New Relic Admin Run Program. И все. И у вас появляется в админке New Relic отличнейшая аналитика. Позже покажу какая. New Relic крут тем, что он показывает время, которое ваше приложение проводит в коде и во внешних подсистемах. Прям график видно. Сейчас покажу как. Помимо этого он показывает сам, какие у вас эндпойнты занимают больше всего времени. Можно там даже настроить трейсы для отдельных эндпойнтов, чтобы посмотреть, как функция, проваливаясь все глубже и глубже и глубже на разных уровнях, сколько она там миллисекунд тратит на те или иные вещи. Киллер фича New Relic, она умеет мониторить Селлари. Одна из киллер фич New Relic. Потому что Селлари запускается точно так же. New Relic Admin, Run Program и дальше все, что мы пишем для запуска Селлари. И в итоге и для G Unicorn, для любого другого аппликейшн сервера, для Селлари мы получаем вот такую прекрасную админку. Смотрите, вот здесь на примере как раз хорошо видно, что приложение половину времени проводит в коде Python, половину времени проводит в Postgres, чуть-чуть времени проводит в Redis и иногда немножко ходит куда-то на веб. Вот такая шикарная штука. Здесь можно посмотреть самые долгие транзакции и можно кликнуть на Transaction Traces, провалиться в конкретной транзакции и посмотреть, где она застревала. Офигенская просто вещь. На Хероку есть бесплатная, кстати, версия, которой мы пользуемся. Есть инструмент в опроще, называется Silk. Это библиотека для Джанги, которая при установке ставит свой middleware, который интерспектирует запросы и создает вот такую админку. Здесь тоже видно, сколько времени заняли запросы и какой процент этого времени проведен в базе данных. У Silk есть один существенный минус. Как вы думаете, где он хранит данные для всей этой админки? Он хранит их в базе данных. То есть запросы с Silk получается дольше, чем без Silk. Сам Silk эту проблему предлагает решать так. Он предлагает логировать каждый, например, сотый запрос или пятидесятый. Остальные запросы он не трогает, он смотрит каждый сотый, это настраивается где-то в настройках Джанги. Получается вот такая картинка. Одна сотая запросов — это хорошо на очень большой нагрузке, когда эта сотая часть репрезентативна. Для нас она оказалась не репрезентативной, мы пользуемся New Relic. Но для Highload проекта, в принципе, эту штучку можно вполне попробовать и посмотреть, как она живет. Окей, мы поняли, где у нас узкие места, мы поняли наши проблемные вьюхи. Время забуриться глубже. Второй этап — зайти во вьюху, посмотреть, что она делает. И один из самых навороченных инструментов, зачастую слишком навороченных, но тем не менее, это c-профайл. Стандартная туза, которая ставится вместе с питоном. У Патчарма есть интеграция с c-профайлом, которая генерирует вот такие классные графики. Для того, чтобы запустить, поскольку c-профайл профилирует не все приложение, а какой-то файлик, копипастим вьюху, крутим ее кучу раз, чтобы данные были релевантны, профилируем этот файл. Получаем вот такую историю. Здесь вот, как видно на слайдах, метод fromMessage сработал тысячу раз и один раз в среднем 6 миллисекунд. Такая же история с getBot, который отрабатывал тысячу раз и тоже 6 миллисекунд занял. То есть эти два метода работают примерно с одинаковой скоростью. У c-профайла есть два существенных минуса. Во-первых, когда вы копипастите вьюху, вынуждены это делать, вы должны копипастить, вы должны импортировать модели, вы должны написать, там, не знаю, импорт джанго, джанго сетап, какую-то инициализацию сделать. И вся эта инициализация попадет в граф вместе с вашей вьюхой. И в итоге граф получится вот такой. И вам нужна будет только десятая часть этого графа. Надо еще эту десятую часть еще найти. Поэтому не всегда этот способ удобен. Вторая тема. Если нет кастомных методов на ваших моделях, на ваших менеджерах, то в графе разобраться невозможно. Смотрите наверху. Метод get джанговский выполнен 3000 раз, а вьюха крутилась тысячу раз. Как мне понять, в каких участках этот get отработал? Он один на весь граф. Это проблема. Поэтому, собственно, ради этого я и выделил вот здесь. Выделил здесь два метода отдельно, чтобы они, по крайней мере, попали на граф, чтобы они все не скопились вот в одном gate или get-to-create. Вот. Поэтому да. Поэтому не для всех кодовых баз подходит c-профайл. Для тех, кому c-профайл покажется оверкилом, таких много, есть способы проще. Можно просто логировать запросы к базе данных. В джанге это делается просто. В джанге есть джанга db-backends логгер, по умолчанию который нужно просто включить, направить в консоль. И все. Вы запускаете приложение локально, обновляете странички, ходите туда-сюда и видите, как в консоли появляются искать запросы и время выполнения этих запросов. Ниже пример для алхимии, который не любит Николай. Пример для того, чтобы показать, что вся эта история, она не заточена на джангу. Это, в принципе, методология, которая применима к любой ОРМке и может быть даже не только к питону. Я говорю за питон, я не знаю других языков, но мне кажется, что другие рынки в других системах работают так же. Мы включаем логирование, запускаем приложение, смотрим, как логи идут, идут, идут и видим, какие запросы, сколько времени занимают. Если нам не нужны все логи, а только часть, потому что иногда бывают огромные простыни в консоли, в которых сложно разобраться, можно напечатать запросы вручную. В джанга db есть модуль connection, у которого на трибуте queries копится там просто тупо список всех запросов с их таймингом. Можно напечатать их тогда, когда вам удобно. В алхимии ситуация чуть посложнее, потому что по дефолту там такого нет, либо есть, но я не знаю, я не очень хорошо знаю алхимию. Для того, чтобы симулировать эту историю, можно создать лог-хендлер, который вместо отправки сообщения, вместо init куда-либо, тупо складывает его в переменную и добавить этот хендлер к engine, который вы создаете. В итоге у вас queries будут копиться ваши запросы, которые вы тоже сможете напечатать тогда, когда захотите. Окей, мы все запрофилировали, мы поняли, где у нас проблемы, мы видим в логах все, что нас интересует. Что теперь делать, как оптимизировать? А дальше нам нужно решить основную проблему ORM, которая сводится к тому, что ORM всегда запрашивают все поля, которые нужны, все поля, которые есть на модели, даже если они нам не нужны. Мы в команде такой подход называем ванильный ORM. Запрос объекта чат генерит нам огромную простыню полей, даже если нам нужно всего одно поле, если нам нужно, например, узнать дату последней активности чата. Как получить только дату последней активности чата? Написать only last active add. Запрос будет значительно короче и выполнится значительно быстрее, потому что вы не потянете все эти гигантские джейсоны, которые вам нужны в проекте один раз в одной несчастной вьюхе. Та же самая история с сохранением модели. Когда мы пишем какая-то модель .save, у нас все, что вообще есть в памяти питона, все, что питон знает об этой модели, он фигачит это в базу данных, даже если это не поменялось. Те же мегабайтные джейсоны. Чтобы отправить только какое-то одно поле, например, дату последней активности, можно передать в save аргумент update fields и перечислить там список полей, которые вам нужны. Запрос получается короткий и значительно быстрее. 73 миллисекунды против 2 миллисекунд. Это с локальной машины, не с продакшена, конечно, но тем не менее разница эффектная, мне кажется. Можно вообще не забирать ничего на сторону питона, а делать все в базе данных, и это отличный вариант. Вот такой запрос, фильтр что-то там, и дальше апдейт определенного поля или списка полей. Сгенерит апдейт в базу, не вытащив ничего на сторону питона, вытащив только количество апдейтов, которые он произвел, и все. Тоже очень удобная штука. Джойны, мы все знаем, select related, prefetch related, но джойны не всегда дают экономию. Джойны решают проблему плюс один, да. Но я заметил вот в нашей практике. Иногда, когда джойнишь большую табличку к маленькой табличке, иногда бывает дешевле запросить их по отдельности. Я не смог вычленить паттерн, когда это происходит, но когда в следующий раз будете джойнить, попробуйте обойтись без джойна, и может быть, у вас получите, может быть, вы получите выигрыш во времени. Последняя вея достаточно смешной. Если нам нужно, например, вот здесь, в этом примере, если мы хотим узнать, есть ли у пользователя, есть любой-то тарифный план, при этом не пытаясь что-то сделать с этим тарифным планом, просто узнать, есть ли он. Django решит, что нужно сходить и запросить обязательно этот объект со всеми его полями, наверное, пользователю это нужно, если он обратился, и сходит в базу. А мы-то всего лишь хотели узнать, есть ли он там или нет. Чтобы узнать, есть ли он там или нет, если нам не нужен объект, можно написать subscription plan id. И тогда все, что мы сделаем, это посмотрим в той же табличке, в той же табличке бота, наличие или отсутствие значения subscription plan id. Просто есть ли там форенки или нет, мы не заставим Django ходить за этим объектом, а просто посмотрим, есть ли он. У нас в проекте было очень много таких вещей. Я был в шоке, когда увидел, как мы неэкономно использовали память. Вся эта история очень хороша, но у нее есть последствия. И последствия эти мы называем утечками SQL. Что это за штука? Вот вы решили взять во вьюхе только те поля, которые вам нужны у модели. А вьюха у вас здоровая, она вызывает какие-то сабрутины. И что еще хуже, она наследуется от какой-нибудь класса с вью, который тоже где-то там наверху в миксинах запрашивает что-то у модели, там, не знаю, права проверяет или из-супер-юзы проверяет. И что тебе, сидеть с блокнотиком и выписывать поля, к которым обращаются все эти вьюшки, ходить по всем этим вещам руками, это неудобно. Вторая проблема, вот вы хорошо, вы все оптимизировали, запросили только те поля, которые вам нужны, тут вам прилетает пиар от коллеги, и вам надо понять, а не генерит ли этот пиар каких-то несанкционированных запросов к базе, которые вы с таким трудом пытались избежать. Есть несколько трюков, которые мы используем, чтобы решить это. Эти трюки немножко холиварные, и все они подходят для продакшена. Какие-то годятся для дева, потом можно их удалить и отправить в прод. Но, тем не менее, они нашу компанию спасли несколько раз. Первый вариант. Первый вариант вот такой. Да, первый вариант вот такой. Дами модели. Если у нас есть какая-то функция, которая принимает модель и что-то с ней делает, можно передать туда не модель, а что-то похожее на модель, какой-то дамми-класс, который мы сконструируем руками. И если эта вьюшка внутри обратится к какому-то атрибуту, которого на модели нет, мы получим исключение. Таким образом, можно в некоторых вьюхах, в некоторых функциях, которые вызывают вьюхи, использовать не сами джанговские ORM-модели, а какие-то ваши собственные объекты, которые полностью у вас под контролем, которые точно никуда в вазу не пойдут. Минус этого подхода придется писать слой, который преобразует модели вот в эти дамми-классы. Это не всегда удобно, это нужно поддерживать. Мы все знаем, что лучший код — это ненаписанный код, поэтому ситуация, поэтому этот кейс подходит не всегда. Вторая история. Более, наверное, удобная. Можно взять и запретить в контекстном менеджере ходить в базу данных. Можно написать вот такой контекстный менеджер, я его упер из юнит-теста, немножко переделав. Но вот такой запрос. Если вдруг в процессе логирования произойдут запросы к базе, они могут произойти, потому что, например, если у нас на чате есть только там ПК, например, или УИД, и на боте есть только УИД, то внутри логера, поскольку мы кладем имя бота в строку лога, произойдет запрос к базе. И, может быть, даже произойдут какие-то запросы для строкового представления чата. И логер наш сгенерит два запроса. Чертов логер будет ходить в базу данных. Чтобы этого избежать, можно написать вот такую штуку. Запихнуть его в контекстный менеджер, который посмотрит connection queries на входе, это для джанга, посмотрит в connection queries на выходе. И если вдруг количество запросов различается на то количество, которое приемлемо для вас, различается на один запрос, на два, неважно, то можно сломаться или можно просто что-то отписать в консоль. Вы помните, что внутри вот этой штуки, сколько бы вызовов она внутри не делала, произошли из квалификации запросы. Для алхимии такая же история, просто можно ходить не в connection queries, а вот в эту переменную queries, которую мы создали. Опять-таки. То есть это не обязательно для джанга, это для всего, это подход. То же самое можно проделывать в шаблонах. Мы все знаем, все читали много статей о том, что в шаблонах нельзя логику, в шаблонах нельзя то, в шаблонах нельзя все. Шаблоны могут тоже ходить в базу данных, если за этим не следить. Окей, а как это проверять? Как убедиться, что шаблоны никуда не ходят? Для этого можно написать вот такой тег. У нас живет такой тег в проекте noDB. Кода там побольше. У меня и так все слайды от кода, поэтому кому интересно, просто посмотрите по этой ссылке, пройдите. У него под капотом этот же контекстный менеджер. Он запускается, дальше происходит рендер всех template-тегов внутри. На выходе сравниваем, были ли какие-то запросы на выходе из этого тега. Окей, несколько менее хакерских техник, которые лучше подходят для продакшена и которые придумал не я, которые придумали за много лет до меня. Во-первых, денормализация базы данных. Кто-нибудь когда-нибудь денормализовывал базу? Ага, отлично, супер, много рук. Для тех, кто не денормализовывал, это история, когда мы берем и каким-то наиболее часто используемым полям каких-то связанных моделей, если мы постоянно ходим по форенке за какой-то другой моделью, мы можем взять и это поле сохранить как отдельное поле вызывающие модели. Вот пример. Например, если у нас в строковом представлении чата всегда есть имя бота, self-name, self-bot name, любое строковое представление триггернет запрос к боту по форенке. Чтобы этого избегать, можно положить имя бота прямо на модель чата, избежать этого сквейз-запроса. Второй вариант — это сохранение вычисляемых атрибутов. В принципе, это тоже техника денормализации, когда мы можем что-то, что мы часто вычисляем, просто положить на модель, для которой мы это вычисляем. Тот же каунт чатов. Чем постоянно ходить на self-chats count, можно сохранить это на поле chats count на самой модели бота, и все, мы не будем лишний раз делать каунты. Денормализация и проблема в том, что придумывая вот такие истории, вы берете на себя обязательства их поддерживать. Вам нужно как-то обновлять этот chat count своевременно. Но тем не менее, это полезная техника, и ей многие пользуются, мы ей пользуемся, и она сильно спасает. Для тех, кому не хочется денормализовывать базу, есть техника мимоизации. Мимоизация, здесь пример для Django, есть классная библиотека Django Memoize. Мимоизация позволяет запомнить в кэше или просто в оперативной памяти результат вычисления какой-то функции. Например, вот эта библиотечка дает нам декоратор Memoize, в которой можно обернуть метод или функцию, и результат вычисления этой функции сохранится на какое-то время, на тайм-аут 3600 секунд, 1 час. И тогда мы обходимся без нормализации и храним результаты в кэше. Django Memoize интегрируется Django кэшем, все хранит в Django кэше. Подытожим. Во-первых, если вы сталкиваетесь с такой проблемой, если вам нужно оптимизироваться, вам нужно для начала нагрузить свое приложение и горизонтально масштабироваться, чтобы посмотреть, действительно ли проблема в базе данных или проблема решается. Что приводит нас к следующему вопросу. Нужно ли вам вообще этим заниматься? Это иногда довольно сложный труд. Не факт, что он нужен. Это может быть преждевременной оптимизацией. Возможно, вам хватает 20 рпсов. Возможно, вам хватает сотни рпсов или сколько у вас. И не стоит заморачиваться тогда со всей этой историей, потому что ее нужно поддерживать. Если же все-таки вам нужно это делать, мы даем нагрузку и мы профилируем наше приложение при помощи инструмента типа New Relic. Отпрофилировав приложение, мы профилируем вьюхи, в которых обнаружились проблемы при помощи c-профайла или просто печатаем логи SQL-запросов в этой вьюхе. Ванильный URM это зло, потому что ванильный URM всегда забирает все и всегда дает все. URM нужно готовить. Денормализация BD это хорошо, но вы в таком случае должны поддерживать атрибуты, которые вы сохраняете на других моделях. Кому интересно, здесь пара ссылок. Во-первых, это статья Junko Project Optimization Guide. Классная статья в трех частях. Там примеры похожие на мои, но поподробнее и с кучей примеров. Есть видео про Locust с Moscow Python метапа, двухлетней, кажется, давности. Очень классная. И я вообще не касался темы Postgres, потому что мне про это. Но если кому-то интересно чуть получше разобраться в Postgres, есть шикарный видос Postgres Proficiency for Python People на английском. Оно длинное, но оно отлично вставляет мозги на место в плане работы с Postgres, потому что оказывается, в Postgres не так уж и много настроек, которые нужно тюнить. Там меньше, чем 10 штук этих настроек. Поэтому кому интересно, пожалуйста, посмотрите. У меня все. Спасибо. Так, ну что, несколько вопросов. Алло. Спасибо за доклад. Хотел уточнить, а почему не использовали нью-реликовские транзакции, просто чтобы посмотреть, сколько они выполняются? Их мы тоже использовали, но мы посмотрели нью-реликовские транзакции, увидели, где проблема, а потом нам нужно как-то локально это запустить и локально как-то что-то менять, а не деплоить же постоянно все, не давать же постоянно нагрузку, чтобы, потратив 10 минут, увидеть, что ничего не поменялось. Поэтому как раз нужны инструменты локального профилирования. Все, я понял. Я просто думал, что вообще базу данных нью-реликов не смотрели. Нет, смотрели. Я был в шоке, когда ее увидел. Я еще хотел, кстати, толсто добросить. У многих людей у них возникает ощущение, что вот мы сейчас тестировать будем нашу работу с базой. Мы не будем брать по SQL, мы возьмем SQLite и на нем, значит, все протестируем, потому что маленький, быстрый, все будет нормально. В общем, не надо так делать никогда. Поддерживаю. Спасибо за доклад. У меня пару вопросов. Вы говорили за Silk. Поддерживает, допустим, интеграцию с Redis? С какими-то такими штуками не смотрели? Не подскажу. Посмотри мануал. Спасибо. Но мысль хорошая, кстати. Спасибо за доклад. У вас это была однократная операция? То есть у вас получается упал сервис, вы нашли причины, обнаружили проблемы, как-то исправили, выработали правила. Какие-то еще были итерации в этом или нет? Итерации были, не настолько хардкорные, конечно. При других итерациях я спал, они были предсказуемые. Другие итерации были, когда мы для победы, например, делали пилот. Победа говорит, нам нужно 400 рпс. И я сажусь и несколько дней ковыряюсь, как можно эти 400 рпс поддержать. Вот такие, например, истории. У вас получается в SLA вынесена только лишь одна операция? То есть это некий, получается, условный рпс и больше ничего. В SLA у нас, да, у нас количество операций в секунду. Безносительно какие-то операции. Тут как бы есть и плюсы, и минусы. В разделении нет. Что прости? В разделении, получается, нет. Какие-то отдельные бизнес-операции. Ну, мы не говорим, мы не отвечаем за скорость работы их бэка. Мы отвечаем за ситуации, когда мы, не ходя в бэк-офис заказчика, показываем что-то на своей стороне, обработка наших собственных данных. Если у них бэк отвечает 30 секунд, ну, что мы будем делать? Можно я еще тогда задам, потому что у нас времени мало. Вот, а я хочу тоже что-нибудь спросить. Смотри, у меня даже, наверное, два вопроса. Первый такой довольно быстрый. Вот ты показывал пример, где вы это все дело тестировали. И, по сути, в других языках это называется интерфейсы, да? То есть, ну, я так понимаю, что делаешь вот этот объект такой моковый, которого можно тестировать. Вот, я просто, насколько помню, вообще в библиотеке мок, там есть вот какая-то вот штука с мэджик моком, которая позволяет клонировать автоматически поля существующих объектов. И поверх этого потом вот можно будет тестировать. Вот мне интересно, вы смотрели на это или нет? Тема, надо попробовать. Вот, вот там, по-моему, там такая штука есть. И еще ты вообще ни слова не сказал про индексы. Вот индексы наверняка же где-то вот вам помогали. Вот вы вспоминали, что нужно что-то еще проиндексировать. Да, буквально до днях была проблема. Индексы, да, индексы нужны. Приведу пример. Мы недавно выделили еще одну, еще одну базу данных и заодно несчастной вот этой постгрессовой базы 50-баксовой мы сделали несколько разных. В том числе у нас сейчас есть чат-центр, куда можно зайти, посмотреть, кто что писал. И вот эти сообщения мы отправили в отдельную базу. И забыли про индексы. И сейчас там уже, не знаю, несколько десятков миллионов сообщений. Но когда ты нажимаешь на пользователя и пытаешься посмотреть, они грузятся там секунд по 20, по 30. Это был просто эпический фейл. Дело было в том, что у всех этих сообщений есть одежник пользователя. И этот одежник пользователя мы не стали выносить в индекс. Мы забыли тупо про это. Вот позавчера это сделали. Заказчик не успел заметить. Вот. Да, поэтому индексы это штука, которая очень хорошо спасает, если вам постоянно нужно по какому-то полю фильтровать. По die time или по foreign key. По foreign key Django, по-моему, сам индексы проставляет по умолчанию. Ну да. Да. Вот. Но иногда, тем более, если у вас какая-то отдельная база, вы хотите проиндексировать какое-то поле, по которому вы будете фильтровать. Да, это полезный инструмент. У индексов есть минус. Потому что, казалось бы, почему вы не проиндексировать все. Вот у нас табличка, там 30 полей. Давайте проиндексируем все. Будет у нас 30 хэшей висеть. Но при любом инсерте индексы перестраиваются. И мы тогда замедлим наши инсерты. Поэтому тут тоже нужен разумный баланс. спасибо, Михаил. Спасибо. Можно вопрос? А вы сейчас какие-нибудь превентивные действия принимаете? Там в тестах подсчет запросов или еще как-то? Да. Вот эта история, все это нам queries, которые показывал, есть такой же контекстный менеджер в юнит-тесте. И у нас есть тесты, которые внутри, которые в этом завернуты в этот контекстный менеджер. Он называется, по-моему, ну да, тоже aside нам queries. Заворачиваем в этот контекстный менеджер какой-то тестовый get-запрос на какие-то критические точки. И этот запрос падает, если мы что-то добавили и забыли учесть, что ОРМ-ка сходит в базу. На проде как-нибудь тоже считаете? Там, не знаю, SQL time или еще что-то? На проде нет, потому что вот этот connection.queries джанговский, он не работает без режима дебаг. Туда ничего не кладется без режима дебаг. Это работает только локально. Поэтому на проде мы это не считаем. Мы стараемся выловить все до прода. В общем, хорошее правило. Делайте нагрузочные тестирования до того, как деплоите на прод, а не после. Тогда все будет. Золотые слова. Спасибо.